Привет! Вижу, у вас на тумбочке скопилась топка книг, которые ожидают прочтения. Им осталось недолго ждать, потому что в этом видео мы собрали самые ценные советы из интернета о том, как увеличить скорость чтения. Если вы будете следовать этим простым приемам, то сможете удвоить, утроить или даже вчетверо увеличить скорость чтения. Приступим к делу. Для начала давайте определим вашу скорость чтения в словах в минуту. Если у вас уровень 1, вы можете читать до 150 слов в минуту. Проверьте, легко ли вы можете прочитать это. 150 слов в минуту равны одному слову каждые 0,7 секунды, что довольно медленно. Было просто, не так ли? Если у вас уровень 2, вы должны прочитывать до 250 слов в минуту. Давайте проверим, насколько комфортна для вас эта скорость. Хотите верьте, хотите нет, но большинство обычных разговоров ведется примерно на такой скорости. Читать видео гораздо легче, чем читать с той же скоростью на бумаге. Приготовьтесь, дальше будет сложнее. Если у вас уровень 3, это означает, что вы способны читать 350 слов в минуту. Давайте проверим. Это уже сложнее, но если вы сосредоточитесь только на последовательности слов, то сможете прочитать каждое слово без ущерба для понимания. Фух, хорошо. А теперь перейдем к уровню 4. На этом уровне вы должны уметь читать 450 слов в минуту. Ну что, попробуем? Чтение на высокой скорости очень важный и полезный инструмент для тех, кто ежедневно читает большие объемы текста. Если вы студент, учитель или автор, скорочтение может здорово упростить ваш повседневный труд. Итак, мы, вероятно, потеряли некоторых людей. Эта скорость уже намного выше средней. Но если вы пытались сосредоточиться на мигающих словах, вы, вероятно, поняли, что мы хотели сказать. И это последний тест перед тем, как мы углубимся в хитрости скорочтения, которые помогут вам читать как минимум вдвое быстрее. На уровне 5 человек должен читать 600 слов в минуту. Можно ли вас назвать ниндзя скорочтения? Давайте проверим. Прошли последний уровень? Мое уважение. А если вы считаете, что чтение на такой высокой скорости – это что-то недостижимое, подумайте еще раз. Вы будете рады узнать, что за скорочтением стоит целая наука. И что потренировавшись и сосредоточившись, вы сможете добиться успехов. Первое, что вам нужно изменить в своем стиле чтения, чтобы читать быстрее, – это перестать проговаривать слова. Первое, субвокализация – это естественный механизм нашего мозга. Когда мы читаем книгу, знак на дороге или даже этикетку шампуня, мы субвокализируем. Если вы не знакомы с этим термином, субвокализация – это голос, который вы слышите в своей голове во время чтения. Когда вы только учились читать, вы, вероятно, читали вслух. До определенного момента, когда учителя попросили вас читать тихо, про себя в голове. И знаете что? Мы продолжаем делать это до сих пор. Проблема с субвокализацией состоит в том, что проговаривая каждое слово в голове, вы читаете со скоростью разговора. А средняя скорость разговора составляет от 150 до 250 слов в минуту. Нет никаких доказательств того, что от субвокализации можно полностью избавиться, но ее точно можно уменьшить. В качестве примера возьмем это предложение. Аня каждый день смотрит видео на канале AdMe. Вместо того, чтобы проговаривать каждое слово, попробуйте так. Аня смотрит видео AdMe. Смысл не в том, чтобы обязательно пропускать слова. Ваши глаза по-прежнему будут способны улавливать все слова, но субвокализация для каждого предложения уменьшится. Теперь, когда мы рассмотрели этот первый совет, давайте попробуем применить его на практике, прочитав это предложение со скоростью 500 слов в минуту. Если вы читаете это предложение со скоростью 500 слов в минуту, то, скорее всего, вы не проговариваете все слова в своей голове. И это отлично. Продолжайте в том же духе, и вы будете читать все быстрее и быстрее с каждой секундой. Не переживайте, если вы не смогли прочитать все слова в последнем тесте. Помните, дело не в словах, а в идеях. Второе, что вам нужно попробовать, это дисциплинировать свои глаза. Человеческий глаз естественным образом реагирует на движение, поэтому если во время чтения вы будете использовать ручку, маркер или даже палец, это поможет вам читать быстрее. Часто при чтении предложения наши глаза двигаются вперед-назад, читая предложение несколько раз, вместо того, чтобы двигаться к концу страницы. Обычно глаза делают это очень быстро и незаметно для нас. Это явление называется визуальной регрессией. И лучший способ его избежать – использовать что-то, что будет управлять движением глаз. Можете попробовать прямо сейчас, если хотите. Возьмите книгу, карандаш и прочитайте страницу, вводя по строчкам карандашом. Совет. Не рисуйте в книге. Используйте ластик на конце карандаша. Не забудьте потом рассказать, помог ли вам этот трюк. Переходим к третьему совету. Вам нужно научиться использовать периферийное зрение. Например, сфокусируйтесь на этом объекте в центре экрана. Можете ли вы, продолжая смотреть на него, увидеть другие объекты, возникающие слева и справа от того места, куда вы направляете свое внимание? Скорее всего, вы видите эти объекты благодаря периферийному зрению. Обычно, когда мы читаем, мы концентрируемся на одном слове за раз. Мы забываем пользоваться тем, что наши глаза могут легко воспринимать то, что находится справа и слева. Простое упражнение, которое поможет вам использовать периферийное зрение, это начать читать предложения в книге с середины, а не с дальнего левого угла. Сосредоточьтесь на чтении всей страницы, начиная с ее середины. Так вы побудете свои глаза воспринимать слова, расположенные справа и слева. Давайте попробуем сделать это в обычном или быстром темпе. Сфокусируйтесь на середине экрана, а периферийным зрением улавливайте слова по бокам. Вы отлично справляетесь с задачей, возможно, так вы сможете читать немного быстрее. Такой способ чтения кажется необычным, но периферийное зрение – это то, что мы используем всю свою жизнь. Вам просто нужно научиться использовать его для чтения. Вы молодец! Возможно, вы уже приблизились к скорочтению. Вот еще пара советов, прежде чем мы закончим. При любой возможности старайтесь заставлять себя читать быстрее, даже если в начале информация поступает в отрывочном виде. Это приучит ваш мозг читать на более высокой скорости, таким образом вы расширите зону своего комфорта в скорости чтения. Например, если вы привыкли прочитывать 300 слов в минуту, попробуйте читать со скоростью 600 слов в минуту. Вам будет непросто, но когда вы вернетесь к чтению со скоростью 300 слов в минуту, это покажется вам очень медленным и, скорее всего, создаст стимул для увеличения скорости чтения. А последний совет я спрячу в еще один тест. На этот раз скорость будет 1000 слов в минуту! Удачи! Ученые утверждают, что прослушивание инструментальной или классической музыки во время чтения помогает читать быстрее. Музыка этого жанра помогает сосредоточиться на занятии, так что для увеличения скорости чтения обязательно воспользуйтесь этим простым, но эффективным советом. Вы поняли? Если нет, замедлите видео и посмотрите его еще раз. А теперь снова ускоримся! Надеюсь, вы получили некоторое представление о том, как читать быстрее. До скорой встречи!